Уважаемые коллеги, мы с моим товарищем, коллегой Мусамгамедовичем Хамзатовым с удовольствием приняли приглашение Алексея Ивановича поучаствовать в этой конференции, потому что это интересное событие. Вообще все события, которые происходят в МГИМО, и правильно здесь Алексей Иванович, наверное, это подчеркнул, они так или иначе дают потом где-то как-то... Они потом где-то выстреливают, и даже если не так много людей пришло сейчас, экспертов, то выложенные материалы в интернете и по другим каналам, они будут полезны прежде всего для лиц, принимающих решения. Я, в общем-то, не знал, кто у нас здесь будет присутствовать, и рассчитывал в том числе, что будут и молодые люди, и вот если бы молодые эксперты мне смогли бы сказать, что это такое, я был бы только рад. Для чего это как бы преамбула к выступлению от тех сложных геополитических, геостратегических выкладок, которые Алексей Иванович представил, тем не менее. Если у кого-то есть ответ, но я не спрашиваю старшего поколения, оно все знает, это неэтично. Если у кого-то есть у младшего поколения ответ, я был бы рад. Мы подчеркиваем, что это военный термин. Это тоже очень важно, и если действительно кто-то знает, то было бы здорово. Ну, пока все делают вид, что... Так, один из вариантов, если я просто уточню, что это аббревиатура, тогда будет проще. Конечно. Но, тем не менее, пойдем дальше. После столь информативного выступления Алексея Ивановича, нам бы хотелось, может быть, буквально расставить некоторые, не то чтобы точки, а некоторые штришки, моментики, которые он пробежал, и тем не менее, как бы затронув, на них не остановился. Мы прекрасно понимаем, что государственное стратегическое планирование, которое осуществляется органами государственной власти и управления, и в сфере национальной безопасности, в частности, и конкретно в военной безопасности, оно осуществляется на очень серьезном уровне. Эту работу невозможно делать без анализа военно-политической обстановки. С этим, в принципе, все согласятся, но анализ военно-политической обстановки должны делать профессионалы. Это могут быть и государственные структуры, ну, начиная с разведки и заканчивая другими ведомствами. И здесь обязательно должны участвовать независимые экспертные сообщества. Это тоже вроде как понятно, то, что на Западе называются там фабрики мысли, ну, мы к этому пока еще только подходим. Условия для создания или для разработки анализа военно-политической обстановки всегда очень сложны. Мы это тоже все прекрасно понимаем, мы Америку не открываем, масса неизвестных факторов, аспектов, которые очень трудно как бы зафиксировать, дать им оценку, это есть. Безусловно, и, кстати, Алексей Иванович, мы с ним не сговариваясь, подчеркиваем эту идею, субъективизм. Хотим мы того или не хотим, каждый имеет свое видение на то, что происходит. И в этом большая трагедия, что нет объективности как таковой, невозможно создать какую-то модель военно-политической обстановки, которая бы была абсолютно на 101% правильной. Потому что понятие правильности у каждого свое, к сожалению. И, естественно, для того, чтобы эту военно-политическую обстановку анализировать, нужен определенный инструментарий в руках тех, кто этим занимается. Это уже больше как раз кивок в сторону науки, в сторону тех, кто должен дать этот инструментарий, позволить создавать эти модели, прогнозирование, форсайт и так далее и тому подобное. Но вы согласитесь со мной, об этом я тоже буду говорить, что, честно говоря, анализ военно-политической обстановки государству или государственным органам, органам, которые занимаются стратегическим планированием в сфере национальной безопасности и все прочее, абсолютно не нужен. Если они будут читать, вот Алексей Иванович вышел, а уже зашел, но я понимаю, что вот если они будут читать там наверху один талмуд, второй, третий, пятый, десятый от одной организации, а второй, а третий и так далее и тому подобное, ничего никогда не получится. Поэтому, в принципе, нужен не анализ военно-политической обстановки для тех кликс, которые принимают решения, а, к сожалению, только оценка военно-политической обстановки, которая, конечно же, строится из анализа. И в этом и диалектическая связь, что пока мы не разберемся, не докопаемся до сути, и потом эту суть как бы всю отфильтруем и создастся одна, полторы, максимум две странички, вот до того мы должны сказать, что мы пока еще ничего не сделали. Сущность оценки военно-политической обстановки, как нам представляется, ну, здесь написано, и вроде как все понятно, да? Нужно сформулировать или найти вот те самые угрозы опасности, которые существуют в военной сфере, ну, или в сфере национальной безопасности, если чуть пошире. Естественно, мы должны понимать, что военно-политическая обстановка проводится в интересах конкретного субъекта, но об этом мы тоже будем говорить. Вот, честно говоря, военно-политическая обстановка, ну, в одной из африканских стран, скажем так, не в нашем районе, как-то принято говорить, да, очень далеко. Для нас, для России, ну, в общем-то, не имеет никакого значения, хотя там, может быть, что-то было бы и важно. То есть она должна быть конкретная военно-политическая обстановка по отношению к кому-то, к субъекту политики. Вот, и, естественно, военно-политическая, уже оценка из анализа военно-политической обстановки, она должна носить, безусловно, конкретно исторический характер, там можно назвать как угодно, пространственно-временную характеристику или глубину. Это то, о чем Алексей Иванович говорил, вот эти вот долгосрочные, среднесрочные, ближнесрочные прогнозы. Вот, хотя я полностью согласен с позицией Алексея Ивановича, что сделать это нереально. Ну, тем не менее, что-то делать надо. В результате, что мы имеем? Мы имеем некие этапы состояния, некие состояния военно-политической обстановки. Это мир и война, или война и мир, кому как удобнее. И есть какие-то этапы в рамках вот этих двух таких состояний, которые здесь у нас вот названы, там, военно-политическая стабильность, напряженность, кризис и, соответственно, конфликт. Вот в этом диапазоне, в принципе, наша страна или Российская Федерация, или еще какая-то страна, дело не в этом, она движется. Вот, как это происходит, мы немножечко сейчас посмотрим, как нам представляется, для того, чтобы наглядно представить, как эти процессы происходят. И что тогда мы должны сделать из оценки военно-политической обстановки? Мы должны, в принципе, понять вот, выявить степень напряженности военно-политической обстановки для нашего государства. Прописаны истины о том, что жизнь меняется. Нынешняя эпоха глобализированная, информатизированная, информационная, там масса терминов, смысл которых заключается в том, что события происходят очень быстро, мы не успеваем за ними. Мы выходим из дома, а уже произошли такие события, которые в корне меняют всю, может быть, даже и стратегическую ситуацию в мире, да, военно-политическую ситуацию в мире. Это нормальный процесс. Если в 16-м, там, в 17-м, в 18-м, да и в 19-м веке все двигалось размеренно и медленно, если было копье, так оно было и у древнегреческих, или там, древнеримских легионов, предположим, и дошло чуть ли не до Первой мировой войны, пика. Да, усовершенствования какие-то были, но что-то там вот особого-то и не было. Понятное дело, революция в военном деле, вот уже с 19-го века, 20-го все идет очень быстро. Вывод каков? То, что работало в прошлом, может быть, вот из оценок, из анализа военно-политической обстановки, из оценки военно-политической обстановки, сегодня уже работает плохо, а завтра, может быть, работать вообще не будет. Ну, как примеры того, как это вот работает, наверное, не совсем удачно, ну, чисто классический вариант, это вот провал американского ЦРУ, когда они получили вот такую интересную ситуацию, 91-й год, развал великой страны, да, там, главного военно-политического, идеологического противника Соединенных Штатов, произошло все буквально за считанные дни. Вот. Вот специалисты говорили, что так и будет американски, да, были доклады, потом они это как бы рассекретили, есть в интернете интересный материал на эту тему, вот, предупреждали, что вот да, вот зреет, вот то-то, вот то-то, но когда произошли эти события, для тех же американцев, я имею в виду для политического руководства, многие вещи были неожиданными. Вот. Только что буквально Алексей Иванович отговорил по поводу событий накануне, в смысле ситуации, накануне событий на Украине. Классический пример. Вот. Когда только начали все эти события, многие писали, эксперты говорили, я точно знаю, что, например, Сан Саныч Барташ говорил на эту тему, я писал там материалы в независимом военном обозрении, мы говорили, что это может произойти, то есть даже те, кто вот здесь сидит, вот, ну, как бы считали, что, да ничего не произойдет на Украине. Произошло то, что произошло, мы теперь получаем вот ту ситуацию, которая там есть. Следующий моментик. Военно-политическая, точнее, оценка из военно-политической обстановки, и мы это должны понимать, и об этом, в общем-то, говорили, не может быть многословной. Да? Она не может содержать многотомные какие-то исследования. И она должна быть удобоваримой для того, кто ее получает. Но мы с этим сталкивались постоянно с Мусульом Игамеевичем, и не дали как вчера, ну, просто там был вроде как так визит в администрацию президента. И самая главная проблема, как вот сидят там ребята, как бы рассказывают, информации много. Мы не можем эту информацию донести до главного лица, до лица, принимающего решения. И это понятно. Если у нас все вопросы в стране решаются через одно лицо, то представляете, какой объем информации через него проходит. Он должен и внутреннюю информацию узнать, и внешнеполитическую узнать, и военную сферу узнать, и понимать, и так далее, и тому подобное. И когда приходят и говорят, вот надо сделать, вот то-то, 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 вот, что в такой ситуации может сделать первое лицо? может только посмотреть и сказать, да, посмотреть в глаза министру или представителю какого-то ведомства и сказать, вы все просчитали, там все правильно, согласны? Кто говорит, да, все нормально. Ну, давайте. И вот это вот, ну, давайте, оно, конечно, опасно. Во всех отношениях опасно, но как из этой ситуации выходить? В общем-то, наверное, никто не знает. Это проблема типична не только для нашей страны, но и для Соединенных Штатов, да и для любой нормальной страны, которая занимается серьезными проблемами. Уж слишком много факторов, слишком много каких-то вот моментов, аспектов, которые надо учитывать. Если не учтешь маленькую детальку, потом эта деталька всплывает и оказывается крахом или во внешней политике, или во внутренней политике и так далее, и тому подобное. Вот, к сожалению, здесь есть другая черта или другой выход это всего этого, который тоже всем нам знаком, лучше ничего не делать. Ну, тот, кто не делает, тот как бы ошибки не совершает, его могут наказать только за то, что не приняты меры. А за что наказать? Ну, вот, не знали, наука не подсказала, эксперты не вычислили и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому сложная ситуация, ну, из нее-то как-то надо выходить, так или иначе. И если мы говорим об оценке военно-политической обстановке, то, конечно же, ЛПР, да, то самое лицо, принимающее решение, ждет конкретных шагов, возможных сценариях, и при каждом этом варианте должны быть четко высвечены плюсы, минусы. Что будет, если мы идем по этому пути, получаем вот это плюсы, вот это минусы, что будет по этому пути, что будет по этому. Если этого нет, ну, тогда что мы можем ждать от тех, кто принимает решение? Вот, кстати, вот слово «кис» здесь выставлено не случайно. Оценка военно-политической обстановки. Прежде всего, конечно, нам нужно определиться, и мы это показали там на первом слайде, со степенью напряженности, вот той самой военно-политической обстановки. Но это, кстати, очень такая условная вещь. Мы все прекрасно понимаем, что не всегда процессы сдреют как бы шаг за шагом. Это не урожай на грядке, это не дыня, как принято говорить, которая созревает. Иногда возникают какие-то процессы революционные, очень мощные такие, да, внутренние, которые выплескиваются во что-то, и с каждым годом, с каждым десятилетием, с новой эпохи эти процессы становятся все быстрее и все громаднее качественно. Вот. Ну, тем не менее, напряженность военно-политической обстановки – это один из разведпризнаков, который говорит, что надо к чему-то готовиться. Если в этом ключе посмотреть, то помните вот ту диаграмму в начале, мы тогда можем как бы высветить вот тот путь, по которому развивается военно-политическая обстановка, его, ну, может быть, экстраполировать на перспективу. И тогда мы видим вот в ретроспективе это проще всего, да, развивается военно-политическая обстановка для какой-то страны Х. Вот. Вот если мы слева возьмем шкалу времени, это может быть месяц, год, десятилетие, это уже детали. И вот если посмотрим, как эта обстановка развивается в каждую единицу времени, то увидим, например, что вот от этого рубежа до этого рубежа, ну, условно говоря, за год, обстановка развивалась военно-политическая от военно-политической напряженности и до военно-политического кризиса достаточно быстро. То есть за год отношения резко испортились и мы сразу перешли в состояние кризиса. Но следующий, вот, например, год, это будет обстановка в состоянии кризиса, никаких изменений практически не произошло. То есть определенная стабильность, но не военно-политическая, а стабильность замороженная ситуация. И после этого, как видите, опять начались какие-то вот дипломатические проколы, обострение обстановки, которое привело в конечном счете к военному конфликту. Можно таким образом подойти, это более-менее наглядно, тогда не надо описывать многие процессы человеку, даже не специалисту, а это должны сделать специалисты, да, а лицо, принимающее решение, должно увидеть и понять. Вот, есть какая-то тенденция, она высвечивается. Может быть, эта тенденция сработает, но не всегда. Мы как эксперты тоже это понимаем. Вот, ну, естественно, об этом мы тоже немножечко говорили, затрагивали эту идею. Нас должна волновать военно-политическая обстановка через призму интересов России. Мы не можем и не должны тратить ресурсы времени, там, сил, в общем-то, интеллектуальный потенциал на то, чтобы досконально изучать ситуацию, военно-политическую ситуацию во всех уголках земного шара, после чего, как бы, консервировать это и оставлять. Вот, нет, это нужно делать, но это нужно делать для науки, это нужно делать, может быть, для развития экономики, для развития политических процессов, это все правильно. Но если мы с вами остановились только на национальной безопасности, на военной безопасности, то практически, наверное, большинство тех событий, которые происходят в мире, далеко от наших границ, ну, я выбрасываю великие державы, вот, для нас они несущественны, и оценка военно-политической обстановки вряд ли будет затрагивать для нашей страны, там, оценку военно-политической ситуации, ну, в той же самой Гвинеи, предположим. Слишком далеко и слишком не перекрещиваются наши интересы там. А вот Сирия, скорее всего, да, да, то, что происходит в Соединенных Штатах, безусловно, да, хотя недалеко от нас, через океаны, но тем не менее. Но здесь причины, мы все понимаем, почему, и вот Алексей Иванович там упоминал фамилию Трампа, вот, еще можно упомянуть фамилию Клинтон, Хиллари, и тогда вроде так совершенно вещи для нас не, скажем так, не наше, не наше дело, вот состояние здоровья, вот этих кандидатов на посты президента Соединенных Штатов для нас оказываются чуть ли не животрепещущими вопросами в оценке военно-политической обстановки. Но если человек болен, и у него есть какие-то проблемы со здоровьем, ну, а где гарантия, что он не нажмет какую-нибудь не ту кнопку, которую надо нажать? Ну, пусть я очень далеко заскакиваю, но идею мы все понимаем, да? То есть вещи даже личного плана в таком смысле для оценки военно-политической обстановки оказываются очень существенными. И вот этот вот диапазон как бы субъективности и объективности он очень широк. Еще маленький момент. Мы говорили про субъективность, и здесь я абсолютно согласен, и Алексей Иванович эту идейку подчеркивал. Да, конечно, все эксперты субъективны, но самое большое достоинство, что только эксперты понимают, что происходит. Вот в один из слайдов там Алексей Иванович высвечивал, я сейчас не помню его точно, но как бы что нужно? Знание, информация, вера, еще, по-моему, какой-то четвертый пунктик. Вот я бы еще предложил бы добавить слово понимание туда, потому что знать эксперты, да и даже великие люди наши, великие руководители могут. И очень часто большие начальники говорят, так, здесь нет ничего интересного, в смысле нового, я все знаю, все, иди, я все знаю. Но то, чего им не хватает, это понимание. А понимание могут дать только эксперты. Если есть страноведы, которые занимаются, ну, теми же Соединенными Штатами, которые пробыли в командировках, там, изнутри знают эту страну, менталитет, национальные какие-то особенности, характер и так далее, и тому подобное, вот их мнение, их оценка, она будет самой существенной. Потому что все то, что подготовят органы, как бы не занимающиеся так глубоко этой тематикой, это будет, ну, то, что, образно говоря, взято из интернета. А вот понимание этих процессов могут дать только эксперты. Поэтому любые встречи, контакты, и здесь мы всегда и поддерживаем наших коллег из МГИМО, они всегда должны приветствоваться, потому что есть возможность пообщаться, поговорить и понять какие-то вещи, как бы почувствовать, о чем идет речь. Два состояния военно-политической обстановки, о которых мы говорили, там, мир и война, да, мне просто хотелось бы буквально там заключение и некоторые моментики тоже подчеркнуть. Вроде как все очень просто. И вспомненный или сегодня упомянутый Владимир Ильич Ленин, ну, старшее поколение помнит вот этого классического цитата, что война есть продолжение средствами насилия той политики, которую вели господствующие классы воюющих держав задолго до войны. Ну, это на основе учения Клаузевица, Карла фон Клаузевица, война есть продолжение политики насильственными средствами. Но, вот, может быть, меня поправят мои коллеги. Честно говоря, вторая часть вот этой цитаты, она очень редко у нас упоминалась даже в советскую эпоху. Она интересна, на мой взгляд. мир есть продолжение той же политики, записи тех изменений в отношениях между силами противников, которые созданы военными действиями. И получается тогда интересная логика была у Владимира Ильича, что, в принципе, как бы существенным или главным является все-таки состояние войны. Вот война что-то изменяет и только после этого мир, причем на условиях выигравшего, на условиях победившего. А потом, из-за того, что вот кого-то не устраивают вот те самые условия победившей державы, опять все скатывается к тому, что начинается война, и каждый из держав начинает уже свои условия диктовать. Вот эта мысль очень интересна, хотя как-то мы на нее не обращаем внимания и считаем, что она классика марксизма-ленинизма. Тем не менее, эта мысль, на мой взгляд, она существенна прежде всего для наших политиков, которые должны понимать, что вообще границы между войной и миром как таковой нет. Если вспомнить того же Клаузевица, он там в своей работе дал порядка 20, если не больше, может быть, даже 30 определений, что такое война. И то, что общепринято, что война есть продолжение политики насильственными средствами, это одно только из определений, причем не самое существенное, а самое существенное, которое он дал, что война есть, перефразируя его слова, как бы упрощая, навязывание своей воли противнику. И если мы посмотрим через вот эту категорию навязывание своей воли, то тогда идет сейчас против нас война. Интересно, а санкции это что, не попытка навязать нам их волю, предположим, да? А олимпиада, спорт, ну и сейчас будем перечислять массу вот этих моментов, так что это, разве это не война в этом смысле, по клаузевицу, я подчеркиваю. Это тоже надо понимать, по крайней мере, экспертам. Одно дело, общее представление для широкого круга читателей, граждан нашей страны. Никто же не будет говорить, что сейчас война со всеми вытекающими особенностями. Но эксперты должны это понимать. Следующий момент, если посмотреть вот эту динамику, как изменяется война и мир, то, наверное, все согласятся, что, в общем-то, достаточно просто там мир, переходят в войну, как правило, через кризис. Редко бывают без состояния кризиса. Ну и кризис может быть долгим или недолгим. Вот сейчас, может быть, какие-то эксперты отнесут нынешнее состояние военно-политической обстановки для нас, для России, как кризисное, потому что, ну ситуация, честно говоря, не очень, скажем так, спокойная. Вот, вполне может что-то скатиться до состояния конфликта. Ну, конечно, не такого, как в годы Второй мировой войны, но тем не менее. С другой стороны, если мы вот эти отношения или вот эту ситуацию с состоянием конфликта не решим, то тогда получается состояние замороженного конфликта, что может быть еще хуже. Ну, дипломаты, эксперты, все знают о наших проблемах в отношениях с Японией, куда мы можем деться, если нет мирного договора, причем уже не одно десятилетие, вроде как все нормально, и торговля, и культурные связи есть, все нормально, а мирного договора то нет. Вот, эти вопросы очень сложные. Решать их каким-то образом надо? Да. И сама ситуация, она выглядит уже тогда не такой легкой, даже при оценке военно-политической обстановки. Теперь уже тогда не просто состояние там войны и мира через кризис, а уже получаются и промежуточные какие-то стадии. Там, может быть, мир стабильный, может быть, нестабильный. Между кризисом и конфликтом будут попытки кризисного регулирования. То, что сейчас наш министр уже, ну, не знаю, годы, наверное, пытается разрешить с госсекретарем Соединенных Штатов по той же Сирии. Тот же самый конфликт на Украине. Вот это все процессы кризисного регулирования, к чему они могут привести? Они могут привести только или к конфликту к войне или к миру. Иногда туда, иногда сюда. Если произошел конфликт, то, что сейчас мы имеем дело, в смысле, то, что мы имеем сейчас на Украине, значит, как-то решать эту проблему тоже нужно. Есть такое понятие, как постконфликтное регулирование. Сложный процесс. То, что сейчас идет в Афганистане, то, что сейчас идет в Ираке, это с точки зрения Соединенных Штатов. Есть даже специальные операции, которые проводят вооруженные силы, называются постабилизация. Если сама военная акция 2003 года в Ираке заняла буквально считанные месяцы, скажем так, то постконфликтное урегулирование идет уже с 2003 года достаточно долго. Правильно это или неправильно, это опять же сложно сказать. Ну и если попытаться еще более усложнить эту ситуацию, то мы все прекрасно понимаем, что это оценка войны на политической обстановке, и тогда должна будет вливаться в какие-то сценарии. Алексей Иванович как раз уже более конкретно, более прагматично подошел к этому и попытался выразить те сценарии, которые забиты уже в книгу. Мы здесь чисто методологически подходим к этому. Ну вот условно говоря, нормальное отношение, мир, потом становится нестабильным, потом мы в кризис переходим, потом опять что-то нестабильное, и тогда мы или обратно возвращаемся кризису и к миру, или возвращаемся, предположим, к кризису и переходим к войне, или мы сразу после вот этого состояния переходим к резкой войне, которая длится долго, потом постконфликтное регулирование, потом опять кризис, возможная война, Здесь, может быть, сразу какие-то события, связанные с тем, что мы урегулировали все конфликты. Сложно это сделать? На наш взгляд, совершенно сложно. Будет ли это работать и нужно ли это лицам, принимающим решения? Ну, я не готов ответить на этот вопрос. Мне кажется, скорее всего, нет. Опять же, тот же самый большой человек скажет, да, руководитель, ты мне голову не забивай, ты скажи, что надо делать. Вот на этот вопрос, к сожалению, что надо делать, очень трудно ответить. Как ответить на этот вопрос, можно еще целые, не знаю, долгие дискуссии на эту тему вести. Вот. Но если быть очень кратким, то просто надо работать. Скажем на своем месте, экспертам на своем месте, политикам на своем. Вот. Лишь бы система была, которая все-таки вот все это в себя впитывала и после этого вот систематизировала и выдавала тому лицу, которое отвечает за нас, за всех, за наше отечество, он получал именно ту информацию, которая нужна. Вот. Ну и в заключение, кто не знает, все-таки вот эту аббревиатуру. Это, может быть, весь пафос моего выступления. КИС – это лозунг, который существует в Эспойнте, в Академии Соединенных Вооруженных Сил США, в Сухопутной. Кипит, ну, стюпит, я не буду переводить здесь. Я же не могу ругаться, как бы. Глупо. Ну, глупо, хорошо, да. У меня все-таки больше через другую форму было. Вот. Глупо. То есть, делай проще, глупец. Вот, наверное, это главный лозунг, который должен быть во всем. Мы все очень часто слишком усложняем все вещи. Я понимаю, здесь есть две стороны. Вот. Чем сложнее, тем больше политический авторитет и профессиональный авторитет, ну, эксперта, политика или еще чего-то. Потому что, ну, мы сами знаем прекрасно эту фразу, что простота, там, что-то типа сестра таланта. Чем проще и понятнее, тем лучше. И вот именно вот эта простота востребована вот на том самом высоком уровне, о котором мы говорим. Конечно, учить студентов, там, воспитывать курсантов. Ну, ладно, курсанты пусть попроще. Но студентов, слушателей, особенно вот в сфере дипломатии, конечно, не всегда вот этот принцип сработает. Но, тем не менее, нужно иметь в виду это. Вот. Ну, и на этом мне позвольте закончить свою часть выступления. Мы, сам говорим, продолжим некоторые мысли интересные. Вот. Ну, Алексей Иванович что-то упоминал про вот эту книжку, которую мы сделали. Мы даже принесли на правах рекламы показать, что вот есть такой талмуд. Как видите, нужно быть проще, да? По идее, нужно писать одну страничку и все. Ну, вы знаете, когда книжки пишешь, не всегда есть необходимость писать очень кратко. Но мы старались писать очень понятно, чтобы было понятно не военным и не столько военным. Потому что мы прекрасно понимаем, что война – это не дело военных. Вот здесь опять методологическая большая проблема, что вот если война, этим занимается военное ведомство. Никогда оно им не занимается. Потому что военное ведомство занимается военной, вооруженной борьбой, военными действиями, организацией, планированием, ведением военных действий. Вот когда воевать непосредственно на поле боя – это их дело. Но война – это не только, ну, сейчас мы это прекрасно понимаем, даже не столько военные действия, а сколько другие события, которые происходят, другие виды борьбы, да, экономическая, политическая, психологическая, информационная, и дипломатическая в том числе. А в результате вот всех этих акций вдруг раз было государство. И нет Югославии, ну, нет там Советского Союза, пока Украина еще какая-то есть. Возможно, всякие варианты. Вот. Все на этой ноте, позвольте завершить. Спасибо. Спасибо. Спасибо.